Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, друзья и гости канала Елена Русс Германия! И снова с вами сегодня Лариса. И хочу пригласить вас сегодня снова в мир сказки. Каждый из нас, читая какую-то сказку, представляет каждого героя по-своему. Так и художник, воспроизводя на фарфоре или истрируя какую-то книгу, видит каждого героя этой сказки своими глазами. И сегодня я хотела бы вас пригласить в мир сказки на фарфоре. Мы, конечно, не будем делать литературные чтения, потому что канал Елены Русс Германия посвящен фарфору. Сейчас на заставке вы видите книгу «Золотые сказки», которая была куплена для моих детей, и они их с огромным удовольствием читали. Но в этом сборнике сказки не только русских писателей или русские народные сказки. Это смешанный сборник. Ну а мы с вами обратимся, конечно, к русским народным сказкам, которые были очень любимы всеми народами мира, и художники с удовольствием воспроизводили их на фарфоре. Сейчас я хотела бы представить вашему вниманию серию тарелочек, которые были ирлюстрированы моим любимым художником, одним из моих любимых немецких художников Гера Траут. Те, кто смотрели уже наши ролики совместные с Леной, я уже показывала произведения этого художника. Это были тарелочки на тему цирка. Сейчас же у нас тарелочки на тему русских сказок. И первая тарелочка, которую я хотела бы вам предоставить к вашему вниманию, это тарелочка по сказке Александра Сергеевича Пушкина «Золотой петушок». Тарелочка размером где-то 20 сантиметров, сделана она из костяного фарфора. И вот посмотрите, как Гера Траут представил себе царя Дадона. «Царь Дадон в своем царстве со своими слугами. Негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил был славный царь Дадон». Ну и в одной части этой тарелочки мы видим, конечно же, виновника торжества – золотого петушка. Вы помните эту сказку? Царь Дадон обратился к мудрецу за помощью. И мудрец предоставил ему золотого петушка, который помогал царю Дадону охранять его границы, границы его государства или княжества. И сказал ему, «Посади ты эту птицу!» Молвил он царю на спицу. «Петушок мой золотой, верный сторож будет твой». Вот и посадил он его на спицу. На черном фарфоре очень красиво смотрятся все эти краски. И, конечно же, подрисовка золотом. Очень много золота. Произведена эта тарелочка компанией «Хайнрих Виллерой Унбог». Сейчас мы посмотрим с вами обратную сторону этой тарелочки. Это декоративная тарелка. «Заубермерхен аустем альтен русланд». Волшебные сказки старой России. Это вторая часть серии. Вообще существует 12 тарелочек. Первая серия из шести тарелочек. И вторая серия тоже из шести тарелочек. Я приобрела вторую часть этой серии. Вы видите, что это фирма «Хайнрих Виллерой Унбог». Западная Германия. Каждая тарелочка имеет также и свой сертификат. Вот в таком виде имеется сертификат. Вы видите, что это лимитированная серия. 19 900 экземпляров на каждый мотив. Это тарелочка номер 5. Выпущены они были оба год. Я теперь уже и забыла. Может быть, мы найдем здесь где-то. Нет. «Хайнрих Парцинан Зельб». Это 80-е годы. Между 80-м и 90-м годом. Ну и для сравнения я хотела бы вам показать тарелочку, выпущенную в Советском Союзе. Это тоже по мотивам сказки «Золотой петушок». И вот так эту сказку, отрывок из этой сказки увидел русский художник. Это художник из Палиха. Мы перевернем тарелочку и увидим имя этого художника. Здесь, конечно, изображена совсем другая сцена. Здесь изображена сцена, когда царь Дадон встречает Шамаханскую царицу. Когда, послав двух сыновей, которые не вернулись домой, он отправился на поиски своих сыновей, нашел их обоих убитых на поле брани. Они убили друг друга в борьбе за Шамаханскую царицу. И вот здесь изображена вся его рать и встреча с Шамаханской царицей. Вдруг шатер распахнулся и девица. Шамаханская царица вся сияя, как заря, тихо встретила царя. И забыл он перед ней смерть обоих сыновей. Тарелочка тоже сделана на черном фоне. Альзо, тарелочка черного цвета или, как мы говорим, черное крытье. И очень много золота. Это, конечно, очень мелкая палецкая миниатюра и очень большая подрисовка золота. Ну и сейчас мы ее перевернем в эту тарелочку и посмотрим. Здесь у меня вот эта подвесочка. Вот здесь указан год выпуска. 1989 год. И палецкий художник Владимир Блесько по мотивам Паэны Пушкина «Сказка о золотом петушке». И мы здесь видим номер тарелочки «Брадекс», «Русские сказки» и что-то еще на английском языке. Это номер третьей тарелочки, вы видите. Номер три. Таких тарелочек у меня 12 по мотивам русских народных сказок. Ну и сейчас мы поставим эти две тарелочки вместе и сравним. Вот так они смотрятся вместе. Мы видим, что тарелочка немецкая немножко больше по размеру. Ну а тарелка русского художника из русских мастеров немного поменьше размером. сама роспись немного помельче, но она ничем не уступает по качеству росписи немецкому художнику. И вот видите, здесь царь Дадон изображен седым стариком, художнику. А здесь немецкого художника он еще не совсем посидевший. Он еще такой шустренький царек. Мне нравятся обе серии. Я в восторге от росписи обоих художников. Надеюсь, и вам это тоже понравилось. вот такое небольшое видео я хотела вам сегодня показать и окунуть вас снова в мир сказки. как я вам уже сказала у меня есть шесть тарелочек из этой серии. Вы видите на заднем фоне они еще прикрыты. Хочу сделать небольшую интригу и у меня есть двенадцать тарелочек такой серии. И если вам будет интересно напишите это пожалуйста в комментариях. Хотите ли вы увидеть и все остальные тарелочки из обоих серий из мира сказок. И здесь на столе есть небольшая подсказка что могло бы быть в следующей серии показа этих тарелочек. Надеюсь вы догадались. напишите мне в комментариях и мы продолжим серию показок тарелочек на тему русские народные сказки. Всего вам хорошего, хороших праздников, теплой зимы для тех кто любит теплую зиму и хорошей снежной зимы для тех кто любит снег. Здоровья вам и счастья и приятного просмотра. горях и